Добрый день дорогие друзья! У нас недельная глава Порошат Бо. Бо в переводе идем. Всевышний сказал Мошер Абейну, пошли к фараону. И тут надо обратить внимание, что это за предложение такое, пойдем к фараону. Ведь на самом деле нужно было сказать пойди к фараону. Зачем нужно говорить пойдем? Есть много чудес, которые мы видим в течение всей истории еврейского народа в Египте, выход из Египта и так далее. Какое самое великое чудо, которое произошло в Египте, вы считаете, что было там? Итак, интересная вещь. Саба Микелем говорит, что самое большое чудо, которое было в Египте, это то, что Мошер Абейну смог зайти к фараону. Мы должны понять, фараон это не был просто какой-то там еще один. Египет это была настоящая империя, самая сильная империя в мире в того времени. Самая сильная армия, все их боялись по-настоящему. И тут есть царь, который ни более ни менее каждый день режет 300 еврейских младенцев для того, чтобы днем и утром, и днем принять ванну в их некрови, для того, чтобы вылечиться от проказы, которая у него была. И не то, что это лекарство. Ему не предложили это употреблять как лекарство, а предложили употреблять как средство, которое, может быть, как-то чем-то поможет. Что за мужество, что за грубость фараон. Поработить весь еврейский народ. Что это за сила такая, которая должна быть? И что вы скажете, что Мушер Абейну не боялся? Там при входе были львы, которые были готовы накинуться на каждого, кто только туда приближается. Было страшно, страшно туда зайти. В книге Ехэскель приводится, что фараон, он Танина Гадоль, великий крокодил. Крокодил имеется в виду змеи, как мы видим, когда Мушер Абейну пришел показывать чудеса перед фараоном, как доказательство тому, что он посланник Всевышнего. То он превратил свой посох, то Аарон превратил свой посох в Танин. Танин – это змей. Змей, мы знаем, что это обозначает. Змей – это Ецерара, это Ситра Ахра, это плохая сторона этого мира, этого творения. И туда он идет. Он очень боялся. Но на это Всевышний ему сказал, «Бо эль паро, идем со мной вместе. Когда ты пойдешь со мной вместе, ты не будешь бояться ничего». И так написано в Зоре, Зора Кадош говорит, что Всевышний взял Мушер Абейну с собой, и они вместе вошли к фараону. И на самом деле, никакие львы и никакие стражники, никто не мог встать им на пути. Каждый раз заново они заходили во дворец без спросу, без вопросов. Но из-за того, что они были со Всевышним, это то, что дало им силу войти во дворец. На это утверждает Саба Микеле, что это было главное чудо, которое было в Египте. Интересная мысль. По крайней мере, это правило, которое ведет нас на протяжении всей еврейской истории. Был раввин города Поневич, равйосеф Шломо Каханеман. Он был там раввин. У него было много учебных заведений и для девочек, и для мальчиков, и для младших классов, и для старших, и Ишива, и колледж для Абрахим. Две тысячи человек, студентов, все ученики, которые были под его руководством. Со временем, как мы знаем, светские духи ветра начали дуть в городе, и они получили очень большую силу от общества. И когда пришло время для выборов, то светские победили в выборах быть представителями еврейской общины. Теперь, как светские представители, они пришли к раву города и сказали ему, что мы требуем, чтобы он ввел, чтобы рав ввел в учебные заведения предметы, которые до сих пор не было, не принято было их учить. Раф Канеман не очень понял. Они ему объяснили более понятно, что если ты, Раф, не сделаешь то, что мы требуем, тогда просто мы снимем тебя с должности рава города и поставим равина какого-нибудь, который будет делать то, что нам нужно, и он будет руководить общиной. А ты уйдешь в отставку. Раф понял, что вопрос очень сложный. Почему он был сложный? Потому что пока он находится на своем месте, есть возможность спасти и остановить хотя бы то, что будет можно спасти. Если он уйдет с этой должности, что получится, придет вот этот, в кавычках, равин, и все разрешит, все распустит, все правила иудаизма не будут соблюдаться так, как нужно в этом городе. И он боялся взять на себя ответственность в этом решении. Поэтому он поехал к великому раввину Исраэль-Мэйр из Радина, Исраэль-Мэйр Акуэн, спросить, что делать в такой ситуации. Он приехал к Хафетсхаиму в дом, рассказал ему все, что происходит, и Хафетсхаим сказал ему интересный ответ. Дорогой Раф Каним, есть одно правило, оно работает в течение всей истории. Если есть война среди каких-то государств, группировок и так далее, что требуется от простых людей сделать? Сидеть дома и ждать, пока кто-то из них победит. Кто победит, так теперь власть его. Если он проиграет, власть переходит к другому или остается на месте. Мы как простые люди, как были, так и остаемся дальше. Поэтому нечего высовываться. Но иногда бывает, что есть принуждение, обязанность всех граждан этого города, этой страны, этого места, этой общины, выйти вместе с армией на войну. И не оставляют возможность остаться в доме, ждать, пока закончится, пока утихнет вся война. Что делать в таком случае? В таком случае, то, что нужно сделать, надо посмотреть, кто сильный, кто слабый. Тот, кто сильный, наверное, победит. И поэтому нам нужно идти будет с теми, кто сильнее. Рафкальман понял из этого ответа, что поскольку светская партия имеет намного больше силы в городе, то война, проигрышная ситуация, и то, что нужно будет сделать, оставить свой пост, или же уступить им и впустить те предметы, которые они потребовали впустить. Хафец Хаим сказал ему, ты упустил одну важную вещь. И эта вещь, она основа нашего народа. Когда есть войны среди властей, среди царей, среди государств, это две стороны, которые воюют между собой. Но когда есть война против Торы, против еврейского народа, тогда это не война с нами, это война со Всевышним. И если это война со Всевышним, значит, Всевышний участвует в этой войне. Значит, Всевышний с нами. И если Всевышний с нами, тогда мы, те, которые сильны, и мы, те, которые победим эту войну. Рафкальман понял ответ. Вернулся к представителям Светской партии и сказал им четко, ясно, без вариантов на другие понимания его ответа. Дорогие друзья, я вам объявляю здесь сейчас. Никаких изменений впускать мы не будем ни в одно из наших учебных заведений. И это конечное решение. Как только он это сказал, вдруг все изменилось. Как-то они стали такие вежливые, не, раб, мы только имели в виду, мы хотели порекомендовать, мы думали, конечно, вы решаете и так далее, и так далее. То, что понятно было и ясно, что Всевышний победил эту войну. И это то, что говорит нам Тора. Бо-эль-Паро. Идем к фараону. Всевышний взял Мушарабейну и пошел вместе с ним. Когда мы со Всевышним, мы всегда победим. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.